Футпринтинг ДНК – метод поиска в структуре ДНК последовательности связывания ДНК связывающих белков. Данный метод используют для изучения взаимодействия белков с ДНК как in vitro, так и in vivo. Например, факторы транскрипции связываются с промоторами, энхансерами или сайленсерами и регулируют экспрессию отдельных генов в геноме. Метод футпринтинга ДНК позволяет установить последовательности ДНК, с которыми связываются данные регуляторные белки. Метод также пригоден и для быстрого поиска специфических белков, связывающихся с определенной последовательностью ДНК. Своё название метод получил от английского слова «футпринт», обозначающего отпечаток ноги или след «история». В 1978 году Дэвид Голласс и Альберт Шмидтс разработали метод футпринтинга ДНК для изучения специфичности связывания белка репрессора с лактозным опероном. Метод футпринтинга был основан на методе секвенирования Максама Гилберта. Метод наиболее простым применением данного метода является установление того, связывается ли белок с тем или иным районом ДНК. При помощи полимеральной цепной реакции амплифицируют и метят необходимую последовательность ДНК, который является вероятным сайтом связывания белков. Идеальный размер ампликона в таком случае составляет от 50 до 200 оснований. Добавляют исследуемый белок, при этом часть ДНК оставляют интактный для последующего сравнения. Добавляют разрезающий агент химической или ферментативной природы. Разрезающий агент случайным образом вносит разрывы в ДНК. Условия реакции подбирают таким образом, чтобы каждая цепочка ДНК была разрезана лишь в одном месте. Белок, который специфически связывается с последовательностью нуклеотидов ДНК, защищает участок связывания от разрезания. Продукты деградации ДНК разделяют при помощи электрофореза в палеокриламидном геле. Фрагменты ДНК, с которыми не был связан белок, будут разрезаны в случайных местах и в геле будут распределяться в виде лестницы. Фрагменты ДНК, с которыми связывается белок, будут защищены от разрезания и будут образовывать отпечаток, след на такой лестнице. Одновременно с футпринтингом может быть произведено секвенирование ДНК методом Максама Гилберта. При этом будет установлена последовательность нуклеотидов, с которыми связывается соответствующий белок, мечения. Анализируемые молекулы ДНК для определения расположения сайта связывания белка могут быть помечены отдельно с тремя и с пятью конца. Используют метки. Радиоактивные метки традиционно используют для мечения фрагментов ДНК для футпринтинга. Данный способ мечения был разработан на методике секвенирования ДНК по Максаму Гилберту. Данный вариант является очень чувствительным. При помощи радиоактивной метки можно визуализировать малое количество ДНК. Флюоресцентные метки являются заменой опасным радиоактивным. Однако, флюоресцентное мечение является менее чувствительным методом визуализации ДНК. И низкие концентрации продуктов футпринтинга не могут быть детектированы. Для визуализации продуктов, меченых флюорофорами, используют секвенирующие гели и методы капиллярного электрофореза. Разрезающий агент. В качестве разрезающего агента для деградации исследуемой ДНК применяют ДНК зой типа реактив фентона ультрафиолетовое облучение.